Август, пожалуй, один из самых приятных летних месяцев. Сад утопает в цветах, наливаются наши яблоки и груши. Мы собираем и консервируем урожай перцев, огурцов и помидоров. Работа кипит, давайте разбираться, чтобы ничего не упустить. Добрый день, уважаемые садоводы! Приветствуем вас на канале Антонов сад. Если вы еще не подписаны на наш канал, сделайте это прямо сейчас. Итак, начнем с подкормок. Всем растениям необходимы подкормки. Одни сейчас активно забирают питательные элементы из почвы, чтобы дать нам такой долгожданный урожай, либо порадовать долгим и пышным цветением. Другие уже отплодоносили и начинают копить силы к предстоящей зимовке. Азот со второй половины лета мы практически не вносим, либо вносим в очень малые дозировки, чтобы не спровоцировать рост зеленой массы. Потому что это будет либо в ущерб урожаю, либо плодовые, ягодные или декоративные культуры просто не успеют окрепнуть, одревеснеть и могут запросто вымерзнуть зимой. Зато сейчас необходимы фосфор и калий. Они повышают иммунитет растений, а значит и сопротивляемость заболеваниям. Растения значительно легче переносят небольшие понижения температуры. Плодовые и ягодные культуры накапливают больше сахара, а картофель – крахмала. Использовать можно готовые осенние фосфорно-калийные удобрения. Монофосфат калия, суперфосфат и серно-кислый калий. Все дозировки для каждого растения смотрим на упаковке. Либо можете обратиться и посмотреть в наших видео. Например, о подкормках капусты в августе мы рассказывали в наших видео совсем недавно. Что касается микроэлементов, то смотрим на растения и вносим их по ситуации. Погода в августе способствует развитию различных грибных заболеваний. Большая разница между дневными и ночными температурами, обилие осадков, дождей. Все это приводит к повышенной влажности воздуха. А повышенная влажность воздуха – это идеальные условия для развития фитофторы, клада спориоза, мучнистой росы и корневых гнилей. Поэтому, чтобы не пришлось бороться с болезнями, лучше проводить профилактику. Проводим обработки фитоспорином или триходермином. Теплицы с томатами не закрываем, если только не ожидаются заморозки. Ну, а такое в августе случается достаточно редко. Огурцы обязательно проветриваем. Если болезнь все-таки появилась, то проводим обработки препаратами с коротким сроком ожидания – от 2 до 5 дней. У нас есть видео по борьбе с различными болезнями. Обязательно загляните и посмотрите. Для борьбы с насекомыми мы используем лепидоцит, фитоверм и бетоксибацилин. После сбора урожая на ягодных кустарниках вырезают старые ветви без однолетнего прироста, а также лишние молодые ветки, сломанные и больные у обычной неремонтантной малины. После плодоношения обрезаем все отплодоносившие двухлетние побеги. Срезаем их как можно ближе к земле. Можно убрать и молодые побеги, которые загущают посадки. На один погонный метр следует оставить не более 10 хороших здоровых стеблей толщиной примерно в 1 см. В августе и начале сентября делим хосты, флоксы и лилийники. Лилии можно выкапывать и делить сразу после цветения. Во второй декаде августа можно делить пионы старше 4 лет. Занимаемся пересадкой дельфиниумов и бородатых ирисов. У высокорослых томатов нужно прищепнуть верхушки примерно на 2-3 листа выше последней завязи. В августе самое время собирать и заготавливать семена цветов и овощей. У овощей оставляем на растении на семена самый крупный и красивый плод. И помните, что земля не должна пустовать. А потому на освободившихся грядках сажаем ранние и ультра скороспелые овощные и зеленые культуры. Например, редис, дайкон, салаты, пекинскую капусту. А в теплице можно посадить и брокколи. Либо же можно засеять сидератами, горчицей, рапсом, фацелией, овсом или викой. Итак, давайте повторим. В августе мы проводим подкормки в саду и огороде фосфорно-калийными удобрениями. Обрабатываем культуры для профилактики грибных заболеваний фитоспорином или триходермином. Для борьбы используем фунгициды с коротким сроком ожидания. Проводим обрезку малины, крыжовника, земляники и смородины. Делим многолетние цветы. Прищипываем высокорослые томаты и занимаемся заготовкой собственных семян. Какие вы проводите работы в саду в августе? Поделитесь в комментариях. А также не забудьте подписаться на наш канал. Поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч на канале Антонов Сад.